Картофельный фюрер Лукашенко с официальным государственным визитом отправился в африканскую страну Зимбабве. И знаете, вот дальше можно было бы уже даже и не продолжать. Ну потому что уже смешно. Впрочем, градус безумия с этим его визитом реально зашкаливает. Поэтому давайте сейчас вместе насладимся этим невиданным доселе и одновременно жалким зрелищем под названием Лукашенко в Африке. Там есть чему поражаться, в том числе поражаться тому, насколько на самом деле измельчал и деградировал этот белорусский диктатор, для которого визит в отсталую африканскую страну реально является теперь событием года. Африка давно проснулась. Это тяжелейший момент. Я это знаю из своего опыта. Поэтому мы здесь. Мы приехали к друзьям. Поэтому народ Зимбабве должен понимать, чудес не бывает. Поэтому мы здесь. Мы приехали к друзьям. Привет, меня зовут Артем Авдиенко. Я украинский журналист, который подсел на российский зомбоящик. Ни капельки не стыдно мне в этом признаваться. Поясню почему. Буквально столикой критического мышления в российском телевизоре сейчас можно удивительные вещи разглядеть. А именно, там сейчас буквально в прямом эфире ведется хроника распада Российской империи. И мне, украинцу, это зрелище интереснее сериалов Нетфликса и голливудских блокбастеров. Поэтому и сознаюсь. Подсел на российский телевизор, а вот в данном конкретном случае на телевизор белорусский, где взахлеб сейчас рапортует о визите первого в Зимбабве. Первым они Лукашенко называют. Опять же, и смешно, и противно. Ну, давайте вместе сейчас насладимся тем, что там теперь белорусские пропагандисты из Зимбабве показывают. Впрочем, и об этом также хочу сразу предупредить, ну, чтобы вы не недооценивали это Зимбабве. Смотрите, я уверен, что большинство зрителей вообще об этой стране ничего не знает. Поэтому сразу спойлер. Зимбабвийцам есть о чем поведать и белорусам, и россиянам. Ведь у них там уже давным-давно и диктатура, и санкции, и в результате беднейшая экономика региона. Ну, то есть, прилетев туда, белорусская делегация смогла фактически заглянуть в будущее и своей страны. И вот именно такого будущего в своей стране и хочет Лукашенко. Именно поэтому по прилету и взялся он на пресс-конференции кричать, что будущее, мол, за Африкой. Ну, и, кстати, обратите внимание, как Лукашенко наушники надел. Поэтому немногие могут себе позволить так на людях позориться. Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Поэтому мы здесь. Поэтому Африка давно проснулась. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Но давайте по порядку. 8 тысяч километров разделяют Беларусь и Зимбабве, страну в южной части Африки, которая не имеет выхода к морю, которая расположена между грандиозным водопадом Виктория, включен в наследие ЮНЕСКО, и рекой Лимпопо. Той самой, где, если верить Корнею Чуковскому, доктор Айболит подчевал тигрят Гоголем-Моголем. Так вот, Лукашенко, в отличие от доктора Айболита, отправился в Африку не пешком, а прилетел туда на самолете. Причем Лукашенко почему-то для вояжа выбрал из своего авиапарка вовсе не советский Ту-154, а американский Боинг-767. И вот интересно, почему так? Ведь всем без исключения, россиянам и белорусам, точно известно, что свое отечественное, оно же во сто крат лучше зарубежного. Ну, тем более, ведь не исключено, что этот Боинг собирали американские геи, сатанисты, а может быть даже те двое сто раз Путиным упомянутые, родитель один и родитель два. Впрочем, Лукашенко, как мы видим, эти все страшилки почему-то вообще не остановили в предпочтении Боинга. Ну, может быть потому, что страшилки эти придуманы Путиным для внутренних, так сказать, идиотов. Ну, и Лукашенко об этом точно знает, потому как и сам помогал Путину их придумывать. Ну, и белорусского диктатора на аэродроме Зимбабве торжественно встречали цветами на шею и дикими танцами. Тут вопрос к знатокам. Скажите, если это официальная встреча и официальные танцы, то почему танцоры в майках-алкоголичках? Это что такое? Это дань уважения белорусскому трикотажу? И обратите внимание, только зимбабвийский президент по фамилии Мнангагва. Повторяйте сейчас за мной. Первая буква М, потом Мнан, потом Гак, потом Ва. Мнангагва. Так вот, только он один среди встречающих был с шарфом на шее в цветах зимбабвийского флага. Знаете, я бы и внимания на этот момент не обратил, но вот Лукашенко позволил себе об этом пошутить. Первые слова, с которыми он обратился к зимбабвийскому коллеге, были «думал, я тебя не найду». Видимо, намекая, что только благодаря шарфу он и смог отличить главного зимбабвийца от остальных. Ну и два слова о Мнангагве. Президентом Зимбабве он является лишь с 2017 года. По меркам Лукашенко, который при власти с 1994 года, это буквально детский сад. Но на самом-то деле, нынешний зимбабвийский президент еще с 1980 года был ближайшим соратником предыдущего лидера страны. Роберто Мугабве, которого назвали старейшим диктатором планеты. Так вот, Мнангагва, к которому сейчас Лукашенко и прилетел, он был у этого старейшего диктатора планеты министром безопасности. То есть, тем человеком, который непосредственно отвечал за террор, чистки и расправы над неугодными. То есть, все то, что Путин с Лукашенком лишь относительно недавно стали творить со своими народами, этот вот Мнангагва с зимбабвийцами делает уже более 40 лет подряд. Но Лукашенко на всякий случай сразу все равно предупредил. Никаких демократических ценностей он с собой зимбабвийцам не привез. Ведь он их очень уважает, а значит хочет с коллегой по диктатуре делать все то, что диктаторы очень любят. А именно, цитирую, «работать на благо народа», в данном конкретном случае зимбабвийского. Замечу для тех, кто не в курсе. На самом деле, все диктаторы свои самые страшные деяния всегда поясняли, поясняют и будут пояснять своей неустанной работой на благо народа. С глубоким уважением и признательностью относимся к народу зимбабве. Мы, и это я хочу отдельно подчеркнуть, идем сюда, в Африку, не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности, а идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа зимбабве. Ну и прилетел Лукашенко не с пустыми руками. Как думаете, что привез? Да-да, он не оригинален, привез трактор «Беларусь». Ну, может, конечно, еще и белорусской молочки захватил, но не факт, что зимбабвийский диктатор решился бы ее попробовать. Так вот, Лукашенко привез трактор отечественного образца. Да. Единственное что, ну, вы же знали, что на белорусских тракторах стоят моторы производства американской компании «Каттерпиллар», и теперь вот, когда из-за санкций этих моторов в Беларуси больше не видать, то на те тракторы будут стоять моторы китайской компании «Вэйчай». Вот он какой на самом-то деле настоящий белорусский трактор. Ранее с американским, а теперь вот с китайским мотором. Впрочем, даже сам Лукашенко во всеуслышании признал, что будь у зимбабвийцев возможность выбора, они бы и не посмотрели в сторону белорусской сельхозтехники. Они бы купили немецкие или американские трактора. Чтобы вы понимали, Лукашенко не придумал ничего умнее, чем благодарить за это Белый дом. Еще раз. В своем выступлении в Зимбабве Лукашенко благодарит американцев за санкции, наложенные на Зимбабве, и признает, что иначе его трактора проиграли бы там конкуренцию.